Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня приятная новость опять прилетела к нам. Я даже не знаю, с какого города она прилетела. Когда-то на экспериментах мы записывали работу по аутизму с братьями-близнецами. Там был Захар, там был Платон. И у Захара было, если мне не изменяет память, отсутствовала структура Высшего Я, были проблемы с эго, и была блокирована программа интеллектуального развития, программа ума. То есть случай достаточно неординарный, достаточно, на мой взгляд, сложный. И в жизни, на самом деле, маме было бы сложно растить детей. Тем более, когда два мальчика одинаково и с такими разными заболеваниями, с такими разными нарушениями. На вести пришли добрые. Вот прошло три недели. Здравствуйте, Наталья, мама Захара, которые сдвоены. Мы с вами работали 6 марта, сегодня 21-я. Сказали, что через три недели будет что-то меняться. И знаете, сегодня ходили в магазины и обратила внимание. Не бегает хаотично, спокойно ходит за руку, слушает и слышит. Говорю, подожди, ждет. Говорю, давай мне дает. Это ли не счастье? Вот они, наши первые шажочки. Представляете, это уже четвертый ребенок с аутизмом, у которого есть результаты, у которого что-то сдвинулось. Да, восстановление психики – это не быстрый период. Правила бессознательно запрашивают год-два, да? Ну, обычно до двух лет. Но первые результаты обычно выскакивают через неделю, две, три, четыре, пять и так далее. Когда идет блокировка интеллектуального развития, то это обычно значительно большие сроки. И здесь очень важную роль, в общем-то, играют и родители тоже. Это карма родителей, это карма матери. И если родители включаются, помогают и выполняют все то, что запросила бессознательно, а оно может запросить вообще удивительные вещи. Душа, например, может попросить отвезти в аквапарк или поругаться матом, или еще что-то. Вам кажется это глупостью, неважным, незначительным. Но для того, чтобы эти программы запустились, включили все в работу, для души, оказывается, важно именно это. И игнорировать это, это перечеркивает всю нашу работу и не иметь результата на выходе. Когда все идет вот так, как было на видео, которое мы предоставляем человеку, с кем мы работали, когда все выполняется, когда все в гармонии, каждый выполняет свою задачу, то на выходе дети имеют результаты, на выходе дети оздоравливаются. Их жизнь изменяется. И это удивительные дети. Как правило, у них отсутствует карма. И все, что мы закладываем в программы Высшего Яя, а вы можете это видеть, слышать, когда мы закладываем счастливую семейную жизнь, счастливую реализацию, потому что хочет душа направления и так далее, и так далее, и так далее. Мы закладываем всего лишь какие-то наброски сценария и выделяем чекный бюджет на то, что этот фильм будет сниматься в их жизни. А дальше при определенной осознанности эти дети снимают свой собственный фильм. Представляете, они сами себе режиссеры. И родители, которые вот что-то берутся и заключили договор на такую жизнь с таким ребенком, они тоже достаточно быстро, осознанно развиваются, продвигаются вперед, если они работают над собой, если они двигаются. Если, если, если. Очень много. Но мне очень приятно, когда родители все-таки двигаются, когда родители развиваются, когда они помогают нам. Тогда мы видим результат, и тогда все хорошо. Отдельно про аутизм, какие виды аутизма мы уже сталкивались и встречали, какие проблемы мы имели, я запишу чуть позже сейчас. Спасибо вам, родители, большое за то, что вы все-таки работаете, помогаете, двигаетесь, и за то, что мы вместе имеем классный результат. Спасибо.